Заповедный уголок природы неподалеку от деревень Городища и Василькова в Кировском районе Ленобласти. Река Лава. Длина ее 31 километр, 7 из которых со скальными выходами горных древних пород относятся к охраняемой территории. Этот каньон – настоящий музей под открытым небом, где можно изучать историю нашей планеты. Рельеф этой местности весьма необычен для Южного Приладожья. Здесь обнажены слои земной коры, которым сотни миллионов лет. Такое явление, как каньон, тем более такой выразительный и глубокий, а общая глубина у него может составлять до 35 метров, для нашей местности явление относительно редкое. Владимир Бабицкий протянул нить маршрута через русло лавы. Длина экотропы 3,5 километра. По сути, вдоль уже протоптанных тропинок расставили указатели, информационные щиты, на склонах установили лестницы. Внимательные туристы по пути могут обнаружить древних обитателей моря, которое было здесь примерно 500 миллионов лет назад. Остатки ископаемых беспозвоночных прямо под ногами. Вот у нас остатки от такого вот головоногого моллюска. Существо жило, существо умерло, опало на дно, и его панцирь начал замещаться тем грунтом, который со временем стал кристаллизовываться и превратился в нам понятный известняк. Напомним, собирать образцы на этой территории категорически запрещено. Это должно служить памятником, объектом изучения и для будущих поколений ученых. Древние каменотехи называли этот слой дикарем, он же известняк, притом самый прочный. Видите, следы промышленной обработки. Основания многих зданий в исторической части Петербурга выполнены именно из этого материала. Пятки колонн горного института сделаны из путиловского дикаря, основы Петропавловского собора сделаны из вот этого же известняка. То есть мы очень много где его встречаем по центру Петербурга, но именно в основе, потому что он самый твердый. Выполнены из местного известняка и некоторые исторические объекты на территории самого памятника природы. Работа архитектора Давида Висконси, двухарочный мост 1825 года. Пока рядом не построили современную переправу, по нему даже ездили машины. Мост проложен по так называемому Архангелогородскому тракту. Это основная магистраль, которая соединяла Петербург и его предместия с нынешним направлением по Мурманскому шоссе. Местами даже просматривается булыжное мощение Петровской эпохи. Чуть в стороне основание водяной мельницы, опять же из местного дикаря. Кое-где в траве остались и жернова. То, как выглядело это место в первой половине 19 века, можно увидеть на картине выдающегося пейзажиста Михаила Лебедева. Художник запечатлел на холсте усадьбу инспектора Академии художеств Крутого. Как видите, в те времена река Лава была куда более полноводной. Вот как просто вот эти вот руины мельницы нас выводят на абсолютно новый уровень понимания этого места. Каньон реки Лавы – памятник природы, посещение которого может стать увлекательным путешествием не только для туристов, но и для геологов, исследователей и даже ценителей живописи. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ